здравствуйте уважаемые зрители канала процветок меня зовут дмитрий я садовник и владелетичного подсобного хозяйства в этом году как никогда будет актуальным огород ведь собственный урожай это залог продовольственной безопасности для семьи и сегодня я хочу рассказать вам о тех культурах которые являются самыми питательными и с легкостью могут заменить мясо первая культура о которой я хочу рассказать это овощные бобы овощные бобы это культура и семейство бобовых по питательности зерна овощных бобов превосходят почти все известные овощи в бобах содержится до 35 процентов растительных белков а также до 55 процентов углеводов бобы дают в 6 раз больше калорий чем капуста и в три раза больше калорий чем картофель белок бобов очень хорошо усваивается организмом он содержит незаменимые для человека аминокислоты а еще побах много витамина c витамины группы b и правитамин а бобы нужно использовать в пищу вареном виде из бобов можно делать муку использовать ее для различной выпечки нужно отметить что сыром виде бобы лучше не употреблять в них содержатся токсичные вещества и употребление бобов свежем виде может привести к отравлению поэтому в обязательном порядке проводите термическую обработку бобов из-за значительного содержания пурина в бобах не следует употреблять в пищу людям с подагрой это противопоказание к применению вырастить бобы крайне легко они требовательны к почным условиям а также являются холодостойкой культурой для выращивания бобов можно использовать отдельную грядку а можно и вовсе не занимать полезную площадь просто посадите бобы в грядках с картофелем не следует слишком густо высевать бобы в грядках с картофелем чтобы не было конкуренции чтобы бобы и картофель не конкурировали за питательные вещества и не подавляли рост друг друга если просто посадить бобы изредка на картофельном поле будет только польза бобы не будут мешать росту картофеля а также будет обогащать почву азотом вторая культура и семейства бобовых, о которой я сегодня расскажу, это фасоль. Так же, как и бобы, она крайне полезна для человека. В зернах фасоли содержится до 25% растительного белка, до 47% углеводов. Также в фасоли содержатся полезные микроэлементы, аминокислоты и витамины. Клетчатка, которая содержится в зернах фасоли, обеспечивает организм чувством сытости на долгий период, и энергия в организм поступает постепенно. Если вы покушали фасоли, например, с утра, вы обеспечены энергией для работы на весь день. Так же, как и овощные бобы, фасоль следует употреблять только в отварном виде. Сырую фасоль ни в коем случае нельзя есть. В ней присутствуют токсические вещества, которые могут привести к отравлению. Фасоль, как и бобы, крайне нетребовательная культура к почным условиям. Фасоль даже может расти на практически на голом песке. Ей не нужна плодородная почва. Также фасоль выдерживает засуха, нетребовательна к влаге. Но в отличие от бобов, фасоль является теплолюбивой культурой. Молодые всходы фасоли и даже взрослые растения могут погибнуть даже при небольших отрицательных температурах. Поэтому посев в грунт, фасоли проводятся в поздние сроки. Это не раньше начала мая, когда нет уже угрозы возвратных заморозков. Третья культура и семейство бобовых это горох. В отличие от фасоли и от бобов, горох можно употреблять в свежем виде, без термической обработки. А еще горох мы всегда по привычке употребляем на новый год. Это конечно всеми нам любимый салат оливье. В зернах гороха содержание белка до 20%, содержание углеводов до 50%. Горох, так же как и бобы, является холодостойкой культурой. Его можно высевать в почву уже в конце апреля, начало мая, когда нету сильных морозов и почва прогрелась. Самый вкусный горох это конечно же сахарный горох. Он не только вкусен, но и полезен. Клетчатка и белок, содержащиеся в сахарном горошке, снижают уровень сахара в крови. А это очень важно для людей, страдающих сахарным диабетом. Кроме того, стручки сахарного горошка употребляются в пищу целиком, так же как и спаржевая фасоль. Горох полезен не только для человека, но и для почвы. Горох можно использовать как сидеративную культуру. Можно использовать обычные сорта гороха, зерновые, сахарный горох, а можно использовать кромовые сорта гороха. При посеве гороха в качестве сидерата он обогащает почву азотом, улучшает структуру почву, делает ее более рыхлой и плодородной. А еще горох отлично справляется с сорняками. Благодаря силе роста он надежно подавляет сорняки, угнетает их и очищает землю от различных вредителей, например, таких как проволочник. Лучше всего высевать горох на тех участках, которые не возделывались много лет. Там много различных корневищ, например, корневищ пырея, но горох с ними справится. При густом посеве гороха он образует плотный ковер, потом со временем полегает и получаются такие пропаренные места. Горох начинает подпревать, подгнивать и выжигается вот эта вот трава и различная растительность сорная, и земля очищается. Осенью его достаточно легко скосить, убрать с участка, можно поместить в компостной куче, если небольшой объем можно, в принципе, и заделать при пахоте. Вот, каждый как решает сам. Но в итоге земля становится чистой и здоровой. Обязательно посеете бобовую культуру у себя в огороде, и ваша семья будет обеспечена здоровой пищей. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!